Череп из коллекции знаменитого биолога Менсбира, зелёная черепаха. Половина сравнительной анатомии позвоночных сделана как раз вот на этом конкретном черепе, в разделе рептилия. Здесь все эти скелетные материалы, однотожные материалы по человеку. Так, копытная, самая разная, но птический скелет сюда случайно забрёл. Вот это единственный слепов, который есть, рисовать его особого смысла не имеет, но он чем хорош? Он, во-первых, достаточно точен, а во-вторых, это хорошенькая разборка всех раздвинутых костей черепа человека. Натуральные черепа 10, но дело в том, что далеко не все кости снаружи видны. А вот на такой разборочке видно все детали. В основном свиньи, вот это вообще молочный поросёночек, совсем маленький. Вот такой. Ну а это для сравнения трёхлебка. Видите, уже кути полезны. Всё у нас, видите, что здесь понятно, да? Так, ну здесь детали акул. Вот это рост румпелы рыбы, это акулий хвост, это зубы мамонта, позвонок мамонта, это крупный дельфин. И вот здесь самое разное псовое. Вот это самый крупный подвид волка на нашей планете. Это таймнерский волк. Там очень крупноразмерная субпопуляция, здоровущие звери. Так, ну и до сравнения. Вот он, череп лисички. Разница есть? Да. Небольшая разница есть. Ну а вот это вот честная дворняжка. Ну, мама этой дворняжки дружила с кем-то мапсовидным. Совершенно очевидно, потому что, видите, какой высокий нос и укороченная челюсть. Полный скелет кролика, полный скелет кошки. Если вдруг кого заинтересует. Так, внизу гиганты. Это череп маржан. Недавно с острова Вайгач. Поскольку его века два с половиной катал в морском-океаническом прибою, то даже маржовый череп, а у маржа очень прочный череп. Вот видите, клоковые альвеолы, внешняя стеночка их разрушена. Как выглядят маржовые бивни, представляете себе? Ну, то, что они в мое предплечье длиной, да? А вот это рукоятка. Вот здесь маржовый бивень закреплен в челюсти. Просто внешнюю стенку сломала во время бури. Понятно? Так. Это один морж. А вот это один из самых крупных медведей на нашей планете. Это белый медведь. А тут же с острова Вайгач. Череп у него не настолько прочный, как у маржа. И видите, у него не только челюстные одерелки страдали. Видите, мозговую коробку пробила. То же самое, из прибойной зоны. Вот это тюленчики. Это достаточно крупный серый тюлень. Или лахтак. А вот это две беломорские нерпы. Это не крупные тюлежки. Но, как видите, черепа существенно более грацельные. Очень изящные, тоненькие. А вот этот череп, я не знаю, молоком можно бить. Дело в том, что зверь ныряет почти на 200 метров. И, соответственно, кости черепа какое давление выдерживает при этом? 20 атмосфер. Это, я вам скажу, отнюдь не так и мало. Но остальные детали в репре интересны. Но череп лося и череп бизона – это очень сложные рисунки просто. Можно, конечно. Итак, ваша задача сейчас, с того, что я выбрал, выбрать для себя материал. И у вас есть полчаса на взрыв. Понятно? Спасибо. Я не подхожу, не комментирую, не помогаю, не мешаю. Работает сайт. А после разбираемся. Идея понятна? Да. Все. Разбирайте материалы и вперед. Все эту натуру можно опознать в работах. Ваши предшественники, разумеется, работают как раз с этим материалом. Там десяток собачьих черепов. И каждый зарисованный собачий череп можно опознать. Какую именно рисовать? Так. Сomения. Tack. Сосы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...